Всем привет! Меня зовут Зоя. Я возвращаюсь с прогулки домой. И сейчас я покажу вам дом, где я живу. Я и мой муж Антонио. Это наш первый дворик. И в каждом дворике вот такие парковочные места для машин. Вот это наш балкон. А вот наша калитка и наше окно на втором этаже. Дом у нас небольшой. У кого-то такие симпатичные дворики. Лисенка, я иду домой. Чао-чао, дольчиказо, как говорит мой муж Антонио. Сладкий дом. Я пришла с прогулки. Сейчас покажу вам нашу квартиру. Это наша гостиная. Итальянцы очень любят антикварную мебель. А может быть от того, что она у них передается из поколения в поколение. Вот этой мебели более ста лет. И вот этому креслу тоже. И стол, за которым мы обедаем по субботам и воскресеньям. А вот еще один шкаф. А вот этот букет мне принес из леса друг Антонио. Я не знаю, что это за растение. Вот такие интересные листочки. Шуршат прямо. Ну, мне было очень приятно. А вот эти две картины нарисовала моя старшая дочь нам в подарок. И вот здесь есть две чайки. Это я и Антонио. Шутка. Полы у итальянцев выложены плиткой во всех комнатах. Мне кажется, это удобно. Что двери, что окна у итальянцев деревянные. А вот эти кресла довольно-таки старые, но уютные. Мы сидим здесь после обеда, если плохая погода, и мы не идем гулять. Затапливаем наш камин, сидим, смотрим телевизор. Мой Антонио в прошлом был тренером по футболу. У него довольно много наград. И вот такая награда, где написано «Виталий Антонио Грация Мистер». Мистер – это у них обращение к тренеру. А еще у нас есть вот такая интересная люстра. Почему она интересная? Потому что она из дерева. Вот я никогда в жизни не видела деревянной люстры. А вот мое денежное дерево. Финшуй. У итальянцев занавески в основном одинарные. Или это плотная тюль, или вот такая прозрачная ткань. А вот эту картину нарисовала моя младшая дочь. Она приезжала к нам в гости пять лет тому назад. И у нас стояли тюльпаны в вазе. И она их нарисовала. А здесь у нас балкон. Вот такая красота. И у нас здесь вот на балконе, мы его укутали, растет лимон. Смотрите уже, какие у нас лимоны есть. Наверное, скоро будем снимать урожай. Так он у нас зимует здесь на балконе. Какой лимончик. Вот другая комната. Вот эту картину нам подарили на свадьбу. Наши друзья. Он сам художник. И рисует вот такие красивые картины. А это фото внука моего Антонио. Когда ему было годик, наверное, а может и меньше. Настоящие макароны на нем. Видите, прямо такое фото оригинальное. Сейчас ему, конечно, уже 13 лет. А это один из трех звездных старцев. Шоусин. Когда-то я занималась феншуем. Неплохо получалось. Вот здесь живут наши друзья. Тут что рисует. Вот сорока полетела. Эту картиночку мне подарила моя внучечка, когда ей было пять лет. Они собирали ее в детском саде. Такой торшер у нас. А это кровать. Она двухъярусная. Она, правда, уже старенькая. Но очень еще крепкая. И мы ее используем, когда приезжает кто-то в гости. Это у нас семейное. Когда путешествуем, мы всегда отправляем открытки друг к другу. Вот это моя старшая дочь была в последнем путешествии на Мальте. И прислала оттуда такую картиночку. А вот с Америки меня поздравили вот такой картиночкой. А это наша спальня. Это наша кровать. А вот эту картину нам нарисовала моя младшая дочка. Вот, видите, опять же, те же самые занавески. Одинарные. И вот такое зеркало. У нас с Антонио у каждого своя ванная. У Антонио в ванной вот такая душевая кабина. А это моя ванная. Здесь же между ваннами и спальнями вот такой маленький коридорчик. Это наша кухня. Место, которое любят не только хозяйки. Я думаю, что все члены семьи. Потому что на кухне всегда тепло, уютно и сытно. А вот этот будильник, мне кажется, он прямо из моего детства. И вот в Италии, я смотрю, во многих домах вот такие будильники. А здесь мой феншуй. Красный кристалл. И денежное дерево, которое я купила в Крыму. Он сделан из кусочков полудрагоценных камней. А здесь рабочая стенка нашей кухни. Все как обычное. А вот чайник. Итальянцы ничьевничают, как мы. И когда мои дети приехали к нам в отпуск, не смогли потерпеть такого безобразия, купили нам в подарок вот этот чайник. А вообще итальянцы пьют редко чай. Но если пьют, то вот в такой посудине готовят кипяток. Вот чему я научила своего итальянца, это пить чай. И по утрам сейчас он вместе со мной пьет только чай. Особенно приятно, когда горит комфорочка. Вот такая у нас кухня. Я ее очень люблю. Для меня она прямо вот как подарок. Вот сейчас хорошо видно занавески. Вот на таких штучках вверху крепятся занавески. Сделала темный фон. И сейчас прям видно отлично. Холодильник у нас очень большой. Смотрите, прямо до проема двери. Хотя мой Антонио не высокого роста. Ну, потому что, наверное, хозяин, это мой муж Антонио, он очень хлебосольный, очень гостеприимный. И любит, чтобы у него всегда всего было полным-полно. И если холодильник вдруг опустеет, он говорит, мой холодильник плачет. Еще у нас вот такой шкафчик. Очень симпатичный. И в нем мы храним продукты. Ну вот. Кофе мое готово. Слышите, как шумит? Я показала вам дом, где я живу. Я и мой муж Антонио. Я себе приготовила кофе. Сейчас я его выпью. И попрощаюсь с вами. Я желаю вам счастья, благополучия. И будьте здоровы. Продолжение следует... Продолжение следует...